Итак, ребята, очень странное начало этого видео, очень странное такое месторасположение. Но, как вы помните, совсем недавно по каким-то непонятным причинам я оказалась в психбольнице. И сегодня я буду показывать, как мы будем отсюда сбегать, что вообще нам нужно делать, как нам нужно скрываться, ребята, как нам нужно спасаться. После этого, ребята, нам, конечно, нужно как можно скорее бежать, бежать из этого дома, бежать из этой странной лаборатории, и нужно спасаться, ребята, но здесь все закрыто. Конечно, мы прекрасно знаем, что нам нужно делать, нам нужно брать спальный мешок и пролезать сквозь двери Все, мы сбежали, нам нужно скорее бежать из этого дома и, конечно, скорее, как можно скорее спасаться Ребята, что нужно сделать первым делом? Так, нам нужно, наверное, для начала купить новую одежду, потому что вот такая больничная точно не сгодится, ребята, она еще вся в крови Мы сейчас скорее бежим в магазин, нам нужно сейчас будет купить себе новую одежду, чтобы нам было просто суперкомфортно, суперудобно, в общем, все было супер Мы, наверное, это boys, так вот, girls, мы сейчас одеваем какие-то штаны, нормально, вот такие сойдут и вот такая футболка, все, ребята, супер, смотрите У нас вот такой вот новый имидж, такой новый образ После этого нам нужно, ребята, перекрасить волосы, конечно же, что же еще нам надо делать? Нам нужно как можно скорее выглядеть не так, как мы выглядим обычно Садимся вот сюда, ребята, и будем красить Я предлагаю покраситься в рыжий Рыжий я еще никогда не была, вот так, в принципе, будет норм Так, ребята, меня нашли, это что, врачи меня обнаружили? Так, садимся, все, в принципе, нормально Блин, ребята, так ужасно и неестественно выглядят Давайте, наверное, покрасимся в какой-нибудь, ой, хотя бы, я не знаю, какой-то не очень, какой-то говняный цвет получается Давайте попробуем вот в такой покраситься Ну, рыжий, ну, слишком ярко, ребята, ну, слишком Просто ужасно Вот так, как-то, знаете, наверное, получше будет, да, ребят, посмотрите В принципе, нормально Теперь нужно поменять стрижку Блин, надо было сначала стрижку менять, черт Давайте сделаем просто вот так, Red Все, вот здесь сейчас нам покажут рыжие волосы Нам нужно, ребята, обязательно поменять стрижку Может быть, вот такие волосы сделаем Мне даже нравится Давайте, наверное, вот такие оставим Покрасимся, потому что я не хочу себе красные волосы Я хочу себе рыжие волосы Но нормально, да что она ко мне прицепилась? Вот, смотрите, ребята, вот так мы выглядим Слушайте, вообще по-другому Обязательно, к сожалению, я должна это сказать Но я должна снять свою шапку Боже, как вообще можно без шапки ходить? Давайте, наверное, Панаму оденем Или какую-то вот такую Давайте Панаму оденем белую Нормально, вот так мы похожи на каких-то туристов Мы сбежали из психушки И теперь мы должны полностью Первое, что сделать Найти нормальную еду себе Как-то себя прокормить, пропоить Итак, давайте, наверное, возьмем яблочко Покушаем Вот я прямо тут начинаю жрать в магазине Чего ждать? Вообще не понимаю Яблоко взяли Теперь надо пойти нормально покушать Мы сейчас перекусили Но теперь нам надо в Brooks Dinner Для начала нам, к сожалению, нужно ограбить сейф Точнее, вот там Тут, ребята, свидетели Туда нельзя Мы, значит, сейчас идем в Food Mart грабить Потому что там никого нет И там мы сможем спокойно ограбить кассу Чтобы забрать деньги Потому что нам нужно покушать хорошо Покушать мы можем только в ресторанчике Нормально, какую-то полноценную еду, ребята Все У нас сейчас быстро появилась полиция Оповещение о том, что ограбили Food Mart Из-за этого нам нужно бежать как можно скорее Пока туда не приехали полицейские И не начали меня искать Это очень-очень важно, ребята Мы сейчас отправляемся в Brooks Dinner Вот это будет уже интересненько Дальше мы будем сейчас, получается, отправимся в Brooks Dinner И покушаем Итак, мы сюда забегаем Все, ребята, мы теперь можем поесть Давайте, наверное, возьмем какую-то нормальную еду Нас в психушке не очень кормили Поэтому сейчас возьмем нормальную еду И вот так нормально покушаем Вот, смотрите Все, мы сейчас едимся кушать И тем временем наблюдаем, не разыскивает ли нас кто-то Может быть, в больнице уже спохватились то, что нас нет И сейчас нас ждут проблемы Итак, ребята, ну что, я уже покушала, сижу И вы понимаете, что я там вижу? Я вижу там медицинскую машину Я, ребята, не знаю, что это Но она, посмотрите, она поехала куда-то Она ездит Ребята, офигеть Они, он так близко Он куда-то уехал Где он? Я не понимаю Вот он, смотрите Вот он, вот он, вот он Офигеть, куда он едет, ребята Куда он едет? Я не понимаю Что там у него происходит? Нифига себе, у него там какие-то проблемы Что это такое? Я не могу сейчас отсюда выйти Потому что здесь просто ездит медицинская машина И я не понимаю, что теперь с этим делать Куда мне теперь податься? Потому что мне это нафиг не надо Он сдает назад Так, что-то, что-то там намечается Он, походу, я надеюсь, не за мной, ребята Я надеюсь, он едет не за мной Но он сейчас куда-то проехал Потому что теперь мне нужно быть предельно-предельно осторожной Мне нужно быть предельно аккуратной И нужно скорее валить с места Мне нужно раздобыть какое-то средство передвижения Слушайте, нормально Мы выглядим как две подружки И не вызываем никаких подозрений, наверное Ладно, сейчас посмотрим, куда она там поедет И что вообще там будет Не знаю, пока куда-то мы едем с ней Конечно, очень интересненько Ничего хорошего, что-то не выходит Так, ладно Она далеко не уезжает Мне нужно как-то раздобыть Собственное средство передвижения И как-то решить эту проблему Так, давайте Ребята Офигеть, это что? Да, ребята, это, походу, вдалеке больничная машина Давайте как-то подберемся поближе Посмотрим, что там происходит вообще Что же там такое? Так, ребята, больничная машина там стоит, конечно Офигеть Офигеть, что же она делает? Ребята, она приближается Быстро Прячемся Прячемся Вот сюда Вот, ребята, смотрите, она едет Аккуратно Она остановилась Ребята, она остановилась Офигеть Ребята, она все еще здесь Она все еще здесь Так, мне нужно куда-то деться. Куда она едет? Кто там? Кто там сидит? Так, она куда-то уехала. Все, ребята, можно выходить отсюда. Можно выходить, посмотреть, что происходит. Она назад сдает! Офигеть, она сдает назад! Так, ребята, ну нас здесь не видно, в принципе. Аккуратно она куда-то поехала. Поехала вот туда. Блин, ребята, мне почему-то кажется, что она меня ищет. Так, тихо, поднимаемся наверх. Нам нужно как-то спрятаться. Нам нужно как-то спрятаться. Мы сбежали, блин, из психушки, и теперь у нас проблемы. Ребята, вот она, смотрите. Вот она, что она тут делает? фиговая идея была сбегать из психушки, но, в принципе, мы сами на себя не похожи, поэтому я думаю, все легко. Ребят, ну, она патрулирует прямо, она видно, что, походу, она ищет прямо меня, я не знаю, но мне кажется, что она меня ищет. Так, нам нужно куда-то спрятаться. Смотрите, она куда-то уехала, в принципе, нормально. Тихо, нет, подождите, она вот, вот она стоит, вот она стоит. Здесь аккуратненько надо быть, аккуратненько, так. Надо подойти, посмотреть, что происходит. Она просто сейчас стоит и никуда не едет. Я не понимаю. Но мы близко подходить не будем, потому что, опа, она исчезла. Походу, они меня не поймали и теперь, в принципе, все супер, потому что я больше не вижу никаких машин, никаких вот этих вот машин больничных. Мне кажется, то, что помимо того, что я смогла сбежать из психушки и все супер, мне осталось раздобыть только свой собственный какой-то автомобиль, но важно, чтобы этот автомобиль не был моим, поэтому мне надо найти какого-то человека, который будет поставить машину, и я ее просто украду. Как вам такая идея? Мне кажется, идея просто гениальнейшая я, ребят. Мне кажется, идея просто потрясающая. Провести времечко, украсть у кого-то тачку. Но я ни у кого машин не вижу, серьезно? Все без тачек? Вы что, ребят, вообще, что ли? Что вы делаете вообще? Как вы передвигаетесь? Ладно, я. Хорошо, хоть я, да, как бы. Ну вот, есть машина, но она, он ее ведет. Мне нужно, чтобы это была брошенная машина, никому не нужная. Никто не обращал на нее внимания. Там тоже, вот, как бы, там какие-то баги делаются. Ребята, все машины заняты. Поэтому мне кажется то, что мне придется передвигаться на своих двоих. Но зато, ребята, я смогла показать вам, как сбежать из психушки и даже как скрыться от больничной машины, которая вас разыскивает. Если это, конечно, она вообще меня разыскивала, не знаю. Но, ребята, у меня, в принципе, получилось. Напишите в комментариях, как вам мой побег из психушки.